Всем привет! Не поверите, сегодня я буду впервые моделью в Мексике. В течение видео я буду вам представлять других членов команды. Ну а пока что, на данный момент, все, что мне известно об этой фотосессии, так это то, что у меня будет макияж мексиканской смерти, которая здесь называется Катрина. Это просто потрясающие макияжи! Честно говоря, я хотела, чтобы меня вот так вот накрасили, разукрасили буквально с первого раза, как только я увидела, что подобное существует. Ну посмотрим, как мне пойдет такая новая роль. Ну что, в любом случае, начинаем это приключение и оставайтесь обязательно до конца, чтобы увидеть, как же пройдет наша фотосессия. Поехали! Это просто потрясающее место. Здесь настолько красивая природа, все зеленое, солнце светит, жара. Сейчас, по-моему, около 30 градусов, пальмы, птички поют, солнце. Бабочки летают нереально огромные, просто красота, но не передать словами. Как я уже сказала, сегодня мне сделают макияж мексиканской смерти, который называется Катрина. Этот персонаж появился в 1912 году, но реальную популярность он приобрел уже только в середине прошлого века. Изначально этот персонаж был задуман именно, чтобы высмеять тех домработниц, которые пытались якобы возомнить себя из высшего общества. Ну, это реально такая просто пародия, но в итоге сам персонаж Катрины, правда, превратился в такую девушку-женщину из высшего общества. Ну вот, посмотрим, посмотрим, как у меня все пойдет с этой ролью, так что будет интересно. Цветок, который называется Симпасучиль, является просто неотъемлемой частью дня мертвых. Именно лепестками этого цветка посыпали дорогу, чтобы умершие могли намного лучше пройти этот путь с одного мира в другой. Вы только посмотрите на эти костюмы, потрясающе. У мексиканцев вообще очень интересное отношение к смерти. Оно как будто веселое, праздничное. Это реально такой просто переход из одной жизни в другой. Это праздник. Ну что, вот она Катрина, женщина, и Катрин, мужчина. Ну вот что-то подобное должно получиться и со мной. Ну давайте посмотрим, мне интересно, что получится. Такое впечатление, что мы в раю. Ну реально настолько красивое место, просто потрясающе. Но если говорить конкретно о Дне мертвых, очень многие считают, что это просто как Хэллоуин, такой мексиканский. Но на самом деле нет, совсем другое отношение к смерти, совсем другое отношение вообще к этому празднику. Это именно тот день с 1 на 2 ноября, когда все умершие приходят в наш мир и когда два мира могут воссоединиться. Это очень такое интересное и красивое событие, очень много разных церемоний устраиваются. Между прочим, само празднование, оно отличается в зависимости от региона, в зависимости от города, в зависимости от штата. То есть в каждом месте оно будет отмечаться по-разному. Это очень здорово. Это правда очень красивый праздник, другое отношение к смерти. Именно в том плане, что это правда переход из одной жизни в другую. То есть это, конечно, грустно, но с другой стороны это, естественно, и, скажем так, ожидает этого человека, умершего, что-то другое. Поэтому надо ему обеспечить все, чтобы ему было спокойно во время своего нового пути, чтобы он спокойно мог пройти этот коридор, так называемый, из одного мира в другой. И такое отношение, наверное, надо тоже стараться делиться больше этим отношением с миром, потому что оно правда может помочь пережить легче, наверное, потерю близкого человека. Но вообще День мертвых не путайте с Хэллоуином, потому что у Хэллоуина свое предназначение, это такой больше американский праздник, а именно День мертвых это чисто мексиканский праздник со своими традициями. Честно говоря, я могу сказать, что, наверное, из всех праздников, которые есть в Мексике, именно День мертвых это мое любимое празднование. Как вы, наверное, уже заметили, мне очень понравилось это дерево, оно какое-то очень странное, ну просто очень странное, реально, это как будто такой очень-очень длинный горошек висит. Но как оно называется и что это за дерево, я вообще без понятия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, макияж готов, и сейчас мы идем на фотосессию, посмотрим, как все пройдет, сейчас будет закат, самое красивое время для съемки, так что вперед, посмотрим, как все получится, как все пройдет. Теперь нам осталось лишь сфотографироваться, наверное, это самое главное. Но хотя весь процесс очень важный, и сейчас мы как раз-таки ищем самое подходящее для этого места, но вообще здесь просто так красиво, шикарно, и главное на закате, это просто красота. Единственная проблема теперь заключается в том, что мне жалко снимать этот макияж, он просто потрясающий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Очень красиво в Мишуакан, в пантеоне, в посетях. О, это очень красиво. Но, например, это, чтобы выкровать эту фесту, то есть, если вы conservали свои вещи, но эта выкровать, как вы видите, как вы видите, или нет? Я думаю, что это просто для генерации, туризму es una forma de atraer al turismo el desfile que se hace ahora en Ciudad de México va enfocado únicamente a eso no tienen nada relacionado a la tradición de Día de Muertos entonces en lo personal a mí no me gusta tanto yo soy partícipe de ir a los museos por ejemplo aquí se acostumbra que en los museos se ponen ofrendas y cuando yo era niño se hacían concursos también en las escuelas entonces era muy bonito eso pero si no no soy tan partícipe de toda esta forma en la que se comercializa porque se vuelve pues más como un festejo al estilo americano bueno fíjate que desde niños si pedíamos dulce pero cuando éramos niños se pedía calaverita entonces ibas tocando las casas a pedir calaverita y se acostumbraba a dar dinero a los niños les daba el dinero algunos dulces pero era más como darles un poco de dinero a los niños cuando ibas pidiendo calaverita entonces pues íbamos recorriendo todas las casas de la colonia y nos daban nos daban dinero alguna vez me llegaron a dar mucho dinero en una casa mucho dinero para un niño sí sí tal vez me habrán dado unos 20 pesos no pero sí sea un tesoro para niños sí claro el día de muertos se festeja el día primero de la noche o sea en la noche del primero al dos es cuando vienen los muertos de hecho estaba leyendo que son dos días el uno y dos justo porque el uno supuestamente pueden regresar los niños principalmente fallecidos y el dos los adultos y en la noche justo pues se puede juntar no las dos y si es cierto que en algunos pueblos todavía no se van a los cementerios o en otros incluso sacan los huesos de sus familiares fallecidos y hacen una serenca los limpian se acostumbra a limpiar los huesos en los cementerios en una forma muy tradicional por supuesto entonces ya cuando los exuman pues la gente conserva los huesos de sus seres queridos y se acostumbra a a limpiarlos ponerlos junto con la ofrenda wow y si si se hacen los panteones el festejo original es en los panteones que interesante o sea normalmente no se ir a un panteón en la noche es como una película de terror en méxico es algo bonito es muy bonito sobre todo porque todo el panteón se ilumina ponen veladoras llenas de cempasuchil en cada en cada lápida pues ponen la ofrenda y la familia está ahí entonces realmente es bonito hay un pueblo muy cercano a la ciudad de méxico que es misquique ajá y ahí es hermoso es un por lo muy pequeño el panteón es pequeño pero bueno pues es de lo más típico que puedes encontrar en la ciudad de méxico no sé los mexicanos creo que o sea igual pues sufren cuando pues alguien fallece alguien cercano pero hacen igual muchas bromas y a la muerte es realmente diferente la percepción pues si constantemente hablamos de la muerte y si hacemos muchas bromas acerca de la muerte no en general por supuesto que el día que sucede alguna eventualidad de la familia pues es muy doloroso pero si considero que el mexicano en lo general siempre estamos jugando con la muerte con el tema de la muerte no pues solo con el tema mi favorito lo del tráfico no no pues ya salir del metro o pasar una calle ya es una aventura ya es jugar con la muerte si bueno acá siempre haces alguna broma no siempre lo tenemos muy presente y bueno este festejo pues también es importante no estoy seguro si en otros países del mundo se festeje de la misma forma no pero para nosotros si es importante esto siempre tener en la mente en el recuerdo a las personas queridas que han partido ok ¿te vas a hacer una ofrenda? ¿vas a pintarte de catril? jajaja yo creo que una ofrenda pequeñita para mis abuelos si ok si aquí lo importante bueno típico es la flor de cempasuchi si y en cuanto a comida pues se acostumbra que les pongas lo que les gustaba a esas personas una bebida por ejemplo algo muy mexicano un tequila tequila o un mezcal unos tamalitos o a lo mejor un guiso típico mexicano entonces se deja se deja principalmente en ollitas de barro ajá también muy tradicional típicas mexicanas sí algunos dulces entonces pues lo que tú consideras ¿no? que es lo que a ellos les gustaba sí pues qué bonito qué bonito y la verdad no sé me gustaría que se conociera un poco más a pesar de que sí es una fiesta famosa y que se conoce pero por ejemplo no sé yo creo que igual que muchos otros letones o sea que realmente pues sí no no tenía bien claro este concepto y pues no sé yo diría que es mi celebración favorita de México la más original sí yo también creo que es así esto y bueno para los mexicanos es muy importante el día de la independencia sí entonces creo que son las dos celebraciones más importantes en México sí bastante cercanas de hecho además sí están muy cercanos pero bueno esta es una celebración prehispánica y en el otro caso bueno pues es la celebración de independencia ¿no? pero sí esta une a las familias definitivamente sí no pues sí está muy bonito muchas gracias por esta experiencia pues sí ahora ahora honestamente estamos aquí solamente como en este escenario porque estuvimos esperando mi ropa que la encerraron jajaja y la estamos esperando pero pues de todas formas sí fue increíble y pues igual no sé estamos esperando las fotos estamos esperando las fotos claro el día de hoy yo creo que quedan las fotografías eso es felicidad para que las puedas compartir wow perfecto pues ahí las veremos con mucho gusto un placer además eh tomarte fotografías con gusto haberte invitado y que aceptaras muchas gracias el placer es mío no 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 Субтитры подогнал «Симон»